Здравствуйте, друзья! Очень рада быть сегодня с вами. Мне очень приятно познакомиться. Рада, что вы пришли на этот мастер-класс. Сегодня мы с вами поговорим о том, как развить свои способности, свою интуицию, свои другие способности с помощью карт Таро. Занимаюсь уже более семи лет картами Таро и Таро-нумерологии. У меня своя онлайн-школа. И вот те ученики, которые выпустились из моей школы, они используют Таро по-разному. Кто-то действительно стал Тарологом и профессионально применяет эти навыки, развивается в этой сфере. Но большинство, конечно же, чаще люди используют эти знания для того, чтобы подсказывать себе, для того, чтобы иметь помощника такого в виде Таро. То есть есть, например, у меня выпускница, которая занимается HR. То есть она подбирает персонал, и благодаря тому, что у нее есть под рукой карты, она всегда обращается к ним для того, чтобы выбрать кандидата. Подходит, не подходит, то есть дополнительно с ними советуется. Есть ученица, которая занимается SEO-продвижением, то есть это продвижение в интернете. И когда взяться за новый проект, она обращается к картам, тоже спрашивает у них, стоит ли браться или нет. В общем, в разных областях люди используют вот для себя эти навыки и эти знания. И, конечно же, в принципе, их может использовать абсолютно каждый человек для той цели, для которой, да, ему хочется их применять. Сегодня у нас с вами будет занятие где-то 20-30 минут, наш с вами мастер-класс, где я расскажу о том, как можно применить карты Таро для себя. И в конце будет для вас еще подарочек. Я расскажу для начала о себе, о том, как я пришла к Таро, для того, чтобы было тоже понятно, что это, в общем, не какое-то сверхъестественное событие, которое происходит только в жизни людей, одаренных, там, и обладающих каким-то даром, например, который передается от бабушки, там, или по роду, или еще какие-то разные, да, возможности. Вариантов много, на самом деле, но это совсем не обязательно. И для тех, кто хочет заниматься Таро, важно знать, что заниматься Таро может абсолютно каждый. Главное, что необходимо для того, чтобы заниматься Таро, это желание. В 32 года только лишь я пришла к картам Таро. До этого ничего не предвещала этого события, ничего не говорила о том, что так будет. То есть до этого я занималась в разных областях, и, в общем-то, везде были какие-то успехи, но в 32 года жизнь повернулась, и, несмотря на то, что не было дара, зато был такой кризис, личный кризис в жизни, который заставил задуматься и посмотреть вокруг себя и понять вообще, насколько я двигаюсь в нужном направлении. Потому что, как правило, когда все у нас в жизни хорошо и замечательно, в целом неплохо, да, и мы идем по какой-то уже проторенной дорожке, и, может быть, что-то нас не устраивает, что-то нам не нравится, но мы все равно по этой дороге двигаемся, потому что так удобно, безопасно, нормально, спокойно, свободно. Но когда происходит кризис, это всегда возможность поменять свое направление, расширить свои рамки зрения, увидеть новые какие-то другие возможности, потенциалы и свои способности в том числе. Вот за это особенная благодарность всегда кризисным моментам. Если вы сегодня сюда пришли, значит, у вас тоже есть какая-то потребность найти для себя что-то новое, правильно? То есть зачем-то вы хотите узнать, как с помощью ТОРО развивать свои сверхспособности. То есть есть желание что-то изменить, есть желание получить какой-то новый другой результат. Когда у нас нет сверхспособности и нет понимания, нет этих подсказок, то часто нам приходится опираться на какой-то уже имеющийся опыт и идти просто уже там проторенной дорожкой. И получается, что мы как будто бы в темноте идем, в такой темной комнате, тыкаемся в какие-то углы, идем, ну по наитию, вроде бы как так правильно, вроде как так, другие так делают или мне кажется, что, наверное, так правильно. На самом деле мы не можем точно понять и знать на 100% что этот путь верный или нет, никто нам не подскажет. И так многие живут на самом деле, многие, да, живут так, идут дорогой, которую когда-то давно выбрали. Например, иногда я задаю вопрос про работу, говорю, почему вы занимаетесь этой работой? Ну я часто общаюсь и со своими выпускниками, и с теми, кто только хочет изучать постоянно обратную связь, говорю, почему вот эту работу выбрали? Это то, что я умею, мне говорят. Вот слышали, наверное, такой ответ, да, это то, что я умею. Ну, вот просто вдумайтесь, да, то есть человек когда-то очень давно, например, в 20 лет, когда мы там осваиваем профессию, что-то освоил, потом сколько-то лет он этим занимался, работал, у него, ну, он уже, понятное дело, приобрел опыт, говорят, если каждый день заниматься 6 часов одним делом, то неизбежно лет через 5 ты станешь в нем экспертом. Вот он встал, и все, и больше он никогда не будет пробовать ничего другого, потому что он это умеет. То есть он отказался от того, что можно заниматься чем-то, что приносит удовольствие, счастье, радость, он просто это умеет, это делает. Это чудовищно на самом деле звучит. В 20 лет поставить крест, а остальную жизнь доживать просто, вот делая то, что я умею. Также, например, часто складываются семьи, когда там провстречались 5 лет со школы, да, и уже вот вышла замуж, ну, как-то вроде бы логично там, да, или там все подружки выходили, я тоже пойду, и так и живу тоже всю жизнь. То есть как будто сам себя загоняешь в угол, и дальше уже все, движения никакого нет. Это катастрофически, это просто жутко, поэтому мне всегда хочется в этот момент человеку дать вот эту как раз возможность прикоснуться к чему-то, да, к тонкому миру, где можно брать ответы, советы и подсказки для того, чтобы понимать, что нет на самом деле никаких совершенно границ. И можно спокойно менять свою жизнь сколько угодно раз, и для этого как раз, да, вот этот доступ, доступ к этому свету впустить в эту темную комнату, где мы тыркаемся, свет. И, конечно, этот доступ я вижу и вам рекомендую, да, через карты Таро, через волшебный мир Таро. Как это работает? То есть мы все знаем с вами определенный способ применения карт Таро, ну, как вот, да, используемая карта, для чего, как, кто знает, как мы применяем, для чего обычно, для предсказаний, да, то есть для прогнозов. Мы берем ситуацию, да, он ко мне приходит, я провожу и личные консультации до сих пор, хотя я обучаю, мне приходит человек, у него есть определенный вопрос, там, да, это часто по отношениям обычно, на которые обращаются по отношениям. Задаем вопрос, берем ответ у карт, то есть, ну, какой-то расклад я там делаю, смотрю, как будет развиваться ситуация, потому что у каждого человека есть миллион вариантов выбора, как он пойдет. Он выбирает один путь, неосознанно обычно, поэтому, когда мы приходим к картам, спрашиваем, оказывается, что тот итог, к которому он идет, вот, встав на этот путь, он часто этот человек об этом не подозревает, ему не кажется, он не видит вот эту связь, он не видит эту дорожку. Вот карта ее раскладывает и показывает. И мы спрашиваем, да, помимо того, какой итог, если этот итог не устраивает, как изменить ситуацию, то есть, совет, вот, как раз то, о чем мы сейчас говорим, подсказку, да, что я могу сделать, чтобы итог изменить. Вот это традиционное применение карты, здорово, что оно есть, что оно дает возможность действительно корректировать, менять пути, менять итог. Но есть еще нетрадиционное. Это как раз, ну, такое, да, за гранью немножко, это как раз то, о чем сегодня будем говорить. С помощью этого использования карт можно раскрыть свои тайные способности, свое предназначение. И больше не двигаться по какой-то колее, в которую когда-то встали, а пойти по своей дороге. То есть, есть несколько, на самом деле, методов и способов внутри карта РО, как найти свое предназначение, как его узнать, да. Когда мы изучаем карты, когда мы обучаемся делать нужные расклады, или, например, изучаем ТОРО-нумерологию, у нас есть уже конкретный инструментарий раскрывать это предназначение. Помимо этого, что еще важно отметить, да, что карты ТОРО могут отдать ответ, есть ли вообще у человека сверхспособности в смысле способности, например, к эзотерике. Если есть такое желание, да, сегодня мы собрались в основном те, у кого такое желание есть, для себя даже, да, насколько оно есть, вот эта вот сверхспособность, и как ее использовать. Вот с помощью карт можно узнать. И я вас, наверное, порадую сейчас, потому что хочу вам сказать следующую вещь. Дело в том, что у людей, которые не могли бы заниматься картами ТОРО, их не существует. То есть, людей есть у всех абсолютно вот этот канал информационный, через который поступает информация, да. Ну, мы можем назвать его условной интуицией. Просто проблема в том, что не у всех она достаточно прокачана и раскрыта. Да, то есть, понятное дело, что когда-то, когда мы там жили в таких временах, когда надо было там за мамонтом гоняться, там, да, слушать землю, там, насколько опасность, не опасность, все это было развито. Сейчас у нас магазин в каждом доме, нам не нужны эти способности, поэтому они так атрофированы у нас, но они есть. И вот посредством картера мы можем их открыть и развить, расширить. Как это происходит? Вообще, само занятие картами ТОРО уже расширяет ваши способности, уже позволяет подключаться к информационному полю, видеть гораздо больше. То есть, когда приходят ученики, вот в мою онлайн-школу, да, и мы начинаем погружаться в арканы. То есть, мы же не просто изучаем, там, например, ну, вот аркан императрицы, да, женская сила, женская энергия, вот, пожалуйста, там, ну, императрица, королева, там, какая-то власть, да, какая-то женственность. Нет, мы изучаем очень последовательно каждую картинку, каждый аркан, мы погружаемся в каждый символ, каждый цвет этого аркана. И оказывается, в процессе этого изучения, что аркан императрицы, это не просто про женственность, красоту и сексуальность, это про плодородие, про рождение нового, про творчество. И базовая энергия этого аркана – это творческая энергия. И у нее очень много аспектов, которые мы узнаем, погружаясь, да. И когда человек изучает Таро, он всегда пропускает сквозь себя. Он никогда не изучает это как-то отдельно. Ну, если сам сидишь, читаешь в интернете, в книжке, наверное, да, это просто набор информации. Когда ты изучаешь в системе, ты понимаешь, ты погружаешься туда, и мы используем специальные практики, сегодня одну из них мы с вами попробуем, для того, чтобы погрузиться в аркан, прожить его, прожить все эти энергии, все символы, все вот эти цвета, всю энергию эту прочувствовать и научиться присваивать. То есть таким образом уже в процессе даже обучения, и когда мы делаем расклады, мы все глубже погружаемся в Таро и прокачиваем свой информационный канал. Получается, что Таро здесь, да, получить вот эти навыки – это и цель, и средство. Чем больше занимаешься Таро, тем больше ты становишься прокачан в смысле умения получать информацию, умения подключаться к информационному полю. То есть здесь не нужны какие-то дополнительные специальные действия, ну, помимо там практик, да, которые сейчас обсудим, какие-то там, не знаю, раскрытия экстрасенсорных способностей и так далее. Нет. Достаточно заниматься, погружаться глубоко в эту тему для того, чтобы прокачаться, для того, чтобы своя интуиция увеличивалась. И во время обучения мы используем разные практики, я уже сказала, с моими учениками, для того, чтобы, значит, не просто изучить карты, а присваивать себе энергию карты. Для чего это нужно? Ну, во-первых, сегодня мы с вами… Вот у нас уже, кстати, да, включили мне спасибо большое аркан. Ага. Аркан, с помощью которого мы будем проводить нашу практику. Я выбрала этот аркан, потому что он как раз отвечает за раскрытие потенциалов и способностей человека. Да, и когда мы хотим себе что-то жизни своей изменить, вот сегодня мы хотим с вами, да, какие-то свои способности открыть, тогда мы выбираем соответствующую карту. Для этого, конечно, нам нужно знать Таро, да, ну, хотелось бы. Ну, вот сегодня я для вас выбрала, а вообще-то, когда мы уже изучим, ну, представьте, в колоде 78 арканов, и мы каждый можем проживать по-разному, и от каждого эту энергию присваивать и себе получать, и использовать в жизни. То есть можно исполнять желание с помощью арканов Таро. Не просто разложить, получится, не получится, что сделать, а исполнить желание, загадать его и с помощью практики соответствующего аркана исполнять свои желания. Туз Пентакль, он открывает возможности, в принципе, во всех сферах. Конечно, материальный потенциал очень хороший, потому что в центре Пентакль, да, монета. Но помимо этого, в принципе, этот туз отличается тем, что он вообще открывает дороги во все стороны. Как мы будем работать с вами? И как вы потом дома сможете поработать? Сейчас будет краткая такая инструкция, потому что у нас время ограничено, да, и пространство немножко не то, которое нужно для медитативных практик. Вам нужно будет в тишине сесть, в одиночестве, там, в удобной позе, чтобы не было скрещенных рук и ног. Можно музыку включить приятную, медитативную. И взять этот аркан, который у вас есть сейчас. Положить его себе на руку, на правую. И для начала нужно его рассмотреть, очень хорошо будет. Там есть цвета какие-то, да, ну, смотря какая у вас карта, но эти цвета вы поймете, в принципе, интуитивно, да, там. Я здесь расскажу вам. Вот желтый цвет, желтый цвет Меркурия. Этот цвет отвечает за энергию. Это цвет воздуха. То есть желтый всегда несет энергию, яркость, какое-то движение, динамику. Поэтому если мы заряжаемся от узона Пентакли, то вот мы чувствуем эту энергию. Рассматриваем картинку. Здесь у нас изображен Пентакли. Пентакли круглый, да, это вообще вот такого рода символы. Они означают мир, планета, земля, вот такие вещи, да. То есть насколько это мощная энергия, представьте себе. И вот эту энергию протягивают руки. Руки – это всегда символ божественных высших сил. То есть кто во что верит, кто на что опирается. Это может быть Бог, это может быть Вселенная, Высшая Сила, как вот вам нравится, род, да, протягивает вам вот эту мощную силу для того, чтобы раскрыть ваши двери, дать вам возможности продвижения и развития в любой области, в которой вам хочется и нужно. Вот таким образом мы должны присмотреться к картинке, соединиться с ней, да, и с той, которую у вас потом вы будете использовать, тоже у себя там посмотрите, соединитесь. Не нужно торопиться куда-то, не бежать, да, спокойно все это сели, делаем. Затем мы будем использовать уже энергии. Мы кладем себе аркан на правую руку, левой накрываем. И в этот момент очень важно почувствовать энергию. Сначала нужно сконцентрировать внимание на энергии внутри себя, потому что мы все, да, имеем энергию внутри нас аура, внутри нас движение потоков. То есть прочувствовать, как внутри движется энергия, она всегда движется по линии вдоль позвоночника. Здесь хорошо представить себе какой-то цвет, любой цвет, какой вам, ну, вот хочется, вам близок, золотистый, может быть, зеленый, синий, ну, в общем, какой вот вам кажется, да. Как у вас поднимается вдоль позвоночника энергия, выходит сквозь темечка, да, уже в космос. Вот эту энергию прочувствуем, и затем наша задача направить ее через наши руки, да, то есть, ну, это я сейчас вам так быстро рассказываю, это надо как бы сесть и спокойно, да, прочувствовать. То есть направить сквозь руки к карте, то есть левой ладонью мы накрываем карту, и мы представляем, закрыв глаза, как эта энергия опоясывает все наше тело и накрывает наши руки. И потом то, что выходит из аркана, то есть вот это здесь, да, желтая, яркая, энергичная такая сила, которая выходит, и она сливается, она движется наоборот в нас. Получается, два потока энергии сливаются. Вот в этой медитации мы проводим время, ну, которое нам удобно, которое нам хочется, которое нам комфортно. Это может быть, ну, обычно где-то 10-15 минут, в принципе, достаточно, да, не нужно там сидеть часами. Но если вам хочется, вам приятно и вам интересно, можно дольше провести. Задача вот в этом мероприятии, в этой нашей практике – прочувствовать аркан изнутри не просто головой, да, а чтобы мы его почувствовали именно телом энергетически. И наполнится его энергией. Таким образом присваивается энергия аркана. То есть у вас должен быть внутри запрос, если у вас ту спинтакли, да, если я хочу расширять свои способности, то либо вы, например, запрос делаете, я хочу понять вообще, какие у меня способности, насколько я ими обладаю, да, и как мне их использовать, задать вопрос. С таким запросом заходите на эту практику и вот в этот аркан погружаетесь. Либо, например, мне нужно благоденствие финансовое. Только это не должно быть желание, чтобы на меня сейчас все деньги мира свалились, да. То есть это должна быть конкретная цель всегда. Я хочу, там, вот такую-то, какая-то цель, там, путешествие или там, дом, еще что-то, да, и вот для этого мне нужно. Тогда с этой целью заходим и наполняемся энергией. Для того, чтобы присвоить энергию в достаточной мере, обычно, нескольких дней достаточно. У кого-то там с первого раза не получается, тогда можно где-то 5-7 дней. Ну, обычно за неделю у всех уже получается. И вот эта энергия начинает приходить. Я всегда рекомендую еще заводить дневник такой себе, да, тетрадочка какая-то, ежедневник, где-то себе отмечать. Вот что вы чувствуете, как у вас это в жизни, изменения какие происходят. Они точно будут происходить, просто на разных уровнях, у кого-то меньше, у кого-то больше. Если вы будете этот дневник использовать, то гораздо больше будет у вас отклик. И вы будете действительно отмечать, как это работает. В этом дневнике вечером пишите, вот сегодня вот так вот реализовался, вот сегодня так, да. И таким образом постепенно вы эту энергию себе забираете. Потом через неделю, 10 дней, вы уже поймете, что вы уже наполнены ею. И вы можете к другому аркану переходить, если вы там изучаете особенно Таро, да, то есть вы можете выбирать тот, который вам сейчас необходим. Либо пожить пока с этой энергией. Как она будет действовать, как она будет работать, посмотреть. То есть вот эта вот практика, она дает возможность изучить, изучать карты Таро не только по книге, там, да, по урокам, а именно вот через интуицию, через чувствование. Она дает возможность использовать энергию аркана для осуществления своих желаний, своей цели. Плюс она дает возможность раскрывать свои способности, потому что здесь вы энергополе прокачиваете и умение вообще контактировать с тонким планом, да, с таким сакральным предметом, как карты Таро. Субтитры сделал DimaTorzok